2021 год был непростым абсолютно для всех, в том числе и для спортсменов. Многие запланированные старты были перенесены, либо проводились с соблюдением эпид-рекомендаций Роспотребнадзора. И все же для Крачаева-Черкесии этот год стал богатым на победы. 22 спортсмена заняли призовые места на соревнованиях международного уровня, среди которых были как чемпионаты мира, так и Европы. Особым поводом для гордости стали борцы вольного стиля, которые принесли нам два золота и одно серебро на первенстве Европы. Отличились также тэквондисты и самбисты. Маргарита Лива заняла бронзовую медаль на чемпионате мира. Также у нас были победители первенства мира. Это Есипов и Выков. Молодцы ребята, отработали на 100%. Также у нас хорошие результаты по самбу. У нас есть победитель чемпионата Европы Гербеков Аскерби. Также по молодёжи у нас хорошие результаты. Есть победитель тоже в возрасте 18 лет. Это Попшов Азнаур. Также вот буквально недавно наш спортсмен Гогов Анзор выиграл тоже первенство среди молодёжи. Ярким событием стал чемпионат мира по армрестлингу, где наш земляк Олег Черкасов стал восьмикратным чемпионом. Но и по традиции медали высшей пробы с чемпионатов мира и Европы привезли наши борцы на поясах. Конечно же, все эти победы во многом были бы невозможны без хорошей материально-технической базы. Только за последние 10 лет в Карачаево-Черкесии было построено более 120 объектов спортивной инфраструктуры. Это и физкультурно-оздоровительные комплексы, и спортплощадки, и футбольные поля. Продолжилась работа в этом направлении и в 2021 году. Весной распахнул в двери новый ФОП в ауле Адгихабль. Это новый ФОП с универсальным игровым залом 36 на 18, где сегодня уже занимаются борцы, самбисты и игровые виды спорта. Также продолжается строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 на 24 в селе Чапаевска, Прикуманский район. Практически завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в посёлке Новый Карачай. И уже скоро начнётся строительство долгожданного ледового дворца в Карачаевске. Занятия спортом стали доступнее для жителей трёх населённых пунктов Хабейского района и посёлка Октябрьский, где появились универсальные спортплощадки. И всех этих результатов удалось достичь, несмотря на сложную ситуацию на рынке стройматериалов. «Несмотря на то, что были сложности, мы всё это прошли, всё выдержали. Графики были сдвинуты в связи с пандемией. Всё произошло очень сложно. В связи с удорожанием материалов, в связи с усложнением всех этих работ пришлось пересчитывать опять. Кстати, проектно-смертную документацию, очень большой объём работы технической был проведён». Особое внимание в нашей республике уделяется пропаганде здорового образа жизни и привлечению людей к занятиям спортом. Положительная динамика наблюдается среди желающих сдать нормативы ГТО. Растёт и количество участников различных спортивно-массовых мероприятий. «Есть у нас федеральный проект «Спорт. Норма жизни», в рамках которого у нас стоит задача по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом. К 2025 году этот показатель должен быть 55 процентов. На сегодняшний день, к концу этого года, наверное, показатель где-то наше становится процента 48. Ну и вот последующие годы мы должны довести его до того показателя, которое ставит перед нами федеральное правительство». Грядущий год обещают быть не менее насыщенным для нашей республики. Уже запланировано строительство крупных спортивных объектов в городе Карачаевске, в станице Зеленчукской и аулах Саратюз и Учкулан. «Из новых это будет, о чём мы говорили буквально недавно, это реконструкция стадиона Саулук Карачаевский. Зеленчукская тоже большой муниципальный район, где мы остро испытывали дефицит в спортивной инфраструктуре. Следующий объект у нас будет в посёлке Саратюз, Джугутинский муниципальный район и в селе Учкулан Карачаевского района. На следующий год у нас из новой инфраструктуры шесть объектов». Строительство данных объектов позволит значительно увеличить пропускную способность нашей спортивной инфраструктуры. А это значит, что ещё больше детей, собственно, как и взрослых, смогут свободно заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях.